Жители Ненинского округа вместе со всей Россией встретили День Победы. Основные окружные торжества, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись на Центральной площади столицы региона Марацей. Около 3000 горожан вышли 9 мая на Центральную площадь, чтобы вместе со всей страной встретить 73-ю годовщину Победы. Торжественное построение военнослужащих ОМВД России по Ненинскому округу, МЧС России по Ненинскому округу юно-армейцев под руководством командира войсковой части 12403 Владислава Мирошниченко открыли праздник барабанщицы из коллектива «Траушка». Ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Ненинского автономного округа поздравил в Рио губернатора Ненинского округа Александр Цибульский. Низкий вам за это поклон. Мы сегодня говорим вам спасибо за то, что в этот солнечный день мы, ваши дети, внуки, правнуки, можем радоваться хорошей погоде, строить планы на будущее и жить в стране, в которой есть мирное будущее. Также к ветеранам обратились с поздравлениями представители федеральных структур государственной власти округа города и Заполярного района Владыка Иаков. Потому что сегодня мы все ощущаем приискренное единство и родство, ибо мать наша Родина, а все мы ее дочери и сыновья. Ибо Родина наша Великая Россия, которая непобедима в вере, в святости, в жертвенной любви своих дочерей и сынов. Главными зрителями праздника стали ветераны войны и жители блокадного Ленинграда. Иван Кузьмин, Прокопий Торопов, Игнасий Марков, Валентина Дерягина, Валентина Коткина, Ангелина Тарасова. «А как на фронте, так и здесь. Очень просто. Смело, товарищи в ногу. Дух в окрепной борьбе. Сюда встречались весело и хорошо. Народу было много. Дети приходили, подруги. Так что одна никогда не бываю. И все хорошо». «Хорошее. Хорошее. А еще 100 граммов и совсем хорошо будет. Я вообще не пью. Не пью. В завершение торжественной части праздничных мероприятий окружной гарнизон прошел парадным маршем по площади. Знаменная группа пронесла Знамя Победы и флаг России. Завершился митинг минутой молчания. Праздничным троекратным салютом и возложением святов к обелиску Победы. «Первый раз официально праздник День Победы в нашей стране отметили в 1965 году. До этого времени День Победы такого статуса не носил. К этой дате повсеместно стали возводить стелы и памятники. В Наринмарне стало исключением. Примечательно, что стела Победы построена самими фронтовиками. В ее основании заложена капсула с именами погибших жителей Ненецкого округа». И сегодня на Наринмарце взрослые дети, как и тогда, много лет назад, пришли к обелиску в едином порыве, чтобы почтить память предков тех, кто не вернулся с войны, тех, кто восстанавливал страну после военной разрухи. «Есть такое стихотворение, если разрешите, то буквально четыре строчки. «Помните через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, помните, не плачьте, в горле сдержите стоны». И вот когда вот это вот стихотворение звучит, невозможно сдержать слезы. Вроде пытаешься, но невозможно. Тем временем на площади началась праздничная программа «Победный май». Работали игровые площадки для самых маленьких, играла гармонь. Но самым популярным местом, как обычно, стала полевая кухня. За порцией солдатской каши выстроилась огромная очередь. Каждый хотел отведать деликатеса, всем хватит, уверили Кашевар Александр Ипатов, Абдул Юсупов и Илья Журавлев. Они приготовили более 600 порций гречки. Нарезается морковочка, лук, нарезается все это, перемешивается, обжаривается на сковородке, чтобы готово было. Потом все заливается в вода, вода закипает, туда засыпаем гречи, греча варится, ну в этой кухне, например. Потом открываем, уже помешаем и добавляем туда обжаренный лук с говядиной, с олениной, со всем туда добавляем и уже вот прицепы нашей кухни. А мясо должно быть уже свежее или жареное? Нет, это консервы идут. Мы уже не первые едим. Мы все время стараемся брать из этой кухни кашу, она очень вкусная получается. Молодцы ребята. В три часа по полудню по центральным улицам Нарьинмара прошел Бессмертный полк региона. Впервые шествие состоялось одновременно со всей страной и транслировалось в прямом эфире телеканала «Север». Акция «Бессмертный полк» организована практически во всех населенных пунктах Ненецкого округа.